1819 не разбивается один клей в делу. Основное содержание года это крутые победы Боливара. Ну, в общем, как я уже рассказывал, война в Венесуэле идет уже где-то с 2010 года, но мало успешно. Туда высадился еще Миранда. Собственно, Миранда, которая руководила эмигрантской группировкой этих метисов в Лондоне, он один из первых там начал еще в 1806 году, кажется, первые десанты Миранды. Но, опять же, я подчеркиваю, что какое-то стабильное, четкое обретение независимости, оно возможно, когда уже сформировался народ, именно как этнос. Основные проблемы были и Миранды, и раннего Боливара в том, что в Венесуэле не было никакого венесуэльского этноса. Там были отдельно индейцы, отдельно креолы, отдельно метисы. Наиболее значимыми были кочевые метисы Лионеро, которых считают сейчас коренными именно венесуэльцами, именно культуру этих Лионеро, она пошла в основу уже культуры Венесуэлы. Вот я говорю, не делаются эти все независимости, так как у нас сейчас пузыри мыльные пускают эмигранты за рубежом. Независимости эти все делаются на основе какого-то единства, на основе какой-то культуры, сформировавшейся уже народной. Вот относительно Венесуэлы эта культура Лионеро позже выступила. А Миранда с Боливаром действительно думали, что независимость можно сделать, просто захватив территорию, потому что они были военные. Вот как наши эти эмигранты сейчас являются по сути юристами, там журналистами, они не понимают, так сказать, что нужно народ убедить в чем-то сначала. Военные думают, что просто территорию захватят, выборы фальсифицируют и будет, так сказать, Сибирь. А какая там реальная база, может быть, этническая для этого, это им по Барвану. Ну так вот, не имея этнической базы, где-то 15 лет проигрывали сторонники независимости Венесуэлы. В частности, вот эти Лионерос, они интересовались только собственными интересами. Метисы там, которые как раз основной такой коренной костяк населения составляли. Они могли воевать сколько угодно из-за испанцев. Они не понимали, зачем им независимость. Вот если их не устраивал какой-то лидер, захвативший, так сказать, центр страны, они воевали против него. Могли за испанцев, могли за сепаратистов. То есть, сепаратисты и, допустим, челдоны, да, по нашим понятиям, челдоны Венесуэлы, это разные были вообще вещи. У челдонов там свои были лидеры, с которыми сепаратисты уже договаривались. И могли и не договориться. Там были еще черные, которые были сплошь рабами и так далее. Ну так вот, Боливар после поражений длительных высадился в декабре 1816 года, где он все-таки понял, что надо привлекать реальные этнические группы, а не просто постулировать вот эту идею независимости на основе его либеральных убеждений. Боливар был либерал, он об этом во всех своих декларациях писал. Вот он сначала думал, что да, так сказать, этнос не важен, важно свобода и т.р.п. Ну вот в декабре, когда он вышел с 16-го года, он уже начал национальную политику. Во-первых, он освободил всех черных, всех рабов. Во-вторых, он договорился с Льян Эрус, с метисами, с этими, о том, что они будут лидировать в будущей Венесуэле, так или иначе, потому что они основной силой и являлись. Потом он выдал декрет о том, что солдаты армии сепаратистов им всем дадут землю за счет сторонников испанцев. То есть он социальную базу создал и национальную. Вот после этого он одержал ряд побед, овладел городом Ангастура в мае 1817 года. Но и при этом основной проблемой его были не столько испанцы, сколько различные местные лидеры, которые немедленно захватывали какую-нибудь свою деревню там и окрестность, какой-нибудь самый авторитетный там плантатор. И собирались вообще отделяться и ни в хуй не ставили боливара. Боливар, естественно, там изображал из себя центральное правительство, он посылает там в какую-нибудь деревню приказ, там, мобилизуйте мне столько-то человек, а они его посылают обратно. Ну вот в связи с этим ему приходилось постоянно с всякими местными авторитетами воевать. Постепенно продвигаясь, он даже постоянно обвинял своих собственных соподвижников. Известная история, что в октябре 1817 года он ближайший весь свой штаб обвинил во всяческом предательстве и расстрелял. То есть там проблемы были даже и внутри штаба боливара. Вот вся вот эта развесистая клюква объясняется именно тем, что как национальности не были сформированы ни венесуэльцы, там, ни колумбийцы и так далее. Там были другие всякие национальности, и именно поэтому всякий лидер считал, что раз, в общем-то, какого-то единого такого населения нет, он может просто что-нибудь там захватить, опираясь на военную силу. То есть я о чем говорю? Много таких умных-то появится, если мы скажем, что кто территорию захватит, тот, так сказать, и герой. Там на территории появится сразу много умников, которые, в свою очередь, тоже будут более мелкие территории захватывать. Потому что сам принцип этот позволяет трактовать как угодно. А если мы заявляем, что мы за какую-то конкретную, так сказать, техническую группу боремся, там уже все гораздо понятнее. Там понятно, где она живет, в чем заключается культура, там, за которой мы сражаемся, и понятно, на кого мы опираемся. Это разные вещи. Ну, ладно, значит, вот в таких условиях он все равно не мог все-таки эффективно, так сказать, решить проблемы и контролировать всю страну. Поэтому, опять же, он опирался на помощь Великобритании. Относительно Аргентины они то с Британией, то с Францией пытались дружить, но там в итоге в Аргентине тоже победила Британия. Относительно Венесуэлы сразу опирались на Британию. И потом в экономике этих освобожденных республик, креольских, доминировала длительно Британия. Ее вытесняло США. То есть в дальнейшей истории Латинской Америки будет борьба между влиянием Великобритании и США. Ну, скоро я о США скажу. Они там доктрину Монрои провозгласят, что типа, а теперь все уматываете. Теперь будут тут США. Ну, вот, значит, получив фактически подкрепление конкретно военное, прям, в виде англичан-солдат из Великобритании, он захватил страну, Венесуэлу, и начал наступать на Колумбию. Вот в связи с тем, что границ никаких не было, понятно, какие будут, Боливар выступал фактически за объединение всех территорий под своим началом в одну страну, всех территорий, какие только смогут захватить. То есть вот Венесуэлу захватили и пошли дальше Колумбию захватывать. Ну, естественно, все это шло под флагами борьбы за независимость, предоставление прав креолам метисам, они были ограничены метисы в правах при Испании, освобождение черных и так далее. Все шло под либеральными лозунгами. То есть нужно захватить максимальную территорию и отдать ее Боливару. Почему? Потому что Боливар там прогласит свободу. В общем, такой местный Наполеон. В мае 1819 года Боливар с войском в 3400 человек перешел через Анды. Это считается одним из его героических подвигов. Перешел, короче, через горы и начал воевать уже на территории теперешней Колумбии. Погибло множество человек. Где-то до 1900 у него сократилось количество. То есть где-то с 3500 до 2000 у него сократилось почти в два раза. Но в основном даже не в результате перехода через Анды, а в результате боев, когда он уже перешел непосредственно. В основном против него опять же воевали индейцы. То есть самих по себе испанцев было мало. В Колумбии вроде как формально восстановилась славь испанцев, которые в основном опирались на местных индейцев. То есть в данном случае опять же формально, так сказать, Симон Боливар освобождает Колумбию от Испании, делает ее независимым. А фактически это метисы Венесуэлы вместе с местными метисами Колумбии воюют против индейцев, которых поддерживают формально испанцы, но испанцев там реально мало. Ну вот, значит, индейцев он все-таки разбил. Испанцы, тем не менее, хорошо вооружили. Там индейцы не те, что в Северной Америке. Там индейцы были хорошо вооруженные, умеющие воевать прекрасные, образованные европейские. Ну вот, самое такое решающее сражение, это 7 августа 1819 года, битва при Баяке, где индейская армия под командованием генерала Хосе Мария Барейры была разбита. Командующий Барейра потом был расстрелян, и 30 испанских офицеров тоже были расстреляны. Вот после этого уже Боливар вошел в Боготу и объявил об освобождении новой гранаты. Чтобы легализовать эти все захваты, он созвал Конгресс в городе Ангастура. Ну вот на всех территориях, которые контролировал Боливар, просто провели выборы. Реальности там, в общем, они смогли не всех. То есть часть значительной территории была там еще все еще под испанцами. Но более-менее они собрали там и из Каракаса, то есть из основной территории Венесуэлы, они собрали и частично с территории Колумбии. Но фактически они избрали, короче, тех колумбийцев, которые у них воевали в армии. То есть часть колумбийцев бежали фактически из эмигрантов. То есть на территории Колумбии война еще продолжалась, а боливарцы уже собрали парламент. И фактически выборов на территории Колумбии они не смогли провести, потому что там еще шли военные действия. Да и в Венесуэле они на всей территории, потому что тоже шли военные действия. Ну вот кого, значит, собрали из своих сторонников, они собрали и объявили это Конгрессом, который представляет всю нацию непонятно какого государства, потому что государства никого не было. 19 февраля 1819 года, то есть это до битвы при Баяке, еще не контролируя территорию, и даже не перейдя Анды, они провели вот это мероприятие, то есть собрали парламент. 19 февраля 1819 года открылся парламент, боливар там сказал речь, он предложил, чтобы лидеры республики выбирали пожизненно, ну то есть его, то есть чтобы он как бы был президент, но пожизненный. Что у лидера республики должна быть максимальная власть, потому что идет война, и надо централизацию. Избрать двухпалатный парламент, места в верхней палате передаются по наследству, как у англичан, как палата лордов, но там он на англичан-то и опирался, поэтому предлагал ввести то же, что в Англии. Единственное, что королевской династии не будет, но будет пожизненный президент. Значит, высшая палата пожизненная, а в нижняя палата, конечно, выбирается. Отменяется рабство, это у него прогрессивные были меры, вводится свобода религии, никакого там католицизма, хотя он реально господствовал, но разрешаются все религии. Но это потому, что он опирался на англичан, которые были протестанты. Значит, разрешаются все религии, и, естественно, мужчины, правда, в зависимости от имущественного ценза, избирают нижнюю парламенту, то есть будет парламент. Конгресс у него собрался демократический, и все это дело похерило. Никакого сената они не проголосовали, то есть никакой там пожизненной палаты лордов не надо. Срок правления президента четырьмя годами ограничили, то есть реальный у него Конгресс собрался из местных лидеров, которые Боливара поддерживали, но вот эту всю историю про то, что он будет пожизненным президентом, не одобряли. В общем, все вот это и все его предложения большей частью похерили, фактически установили парламентскую республику, но он будет президентом, каждые четыре года будут выбирать президента. Однако же Боливар пропихнул, значит, такую идею, что будет единая республика Колумбия, вот по мере освобождения территории они уже вносили их в Конституцию. Они приняли Конституцию, этот Конгресс, пока Боливар на фронте воевал. Значит, провозгласена была республика Великая Колумбия, которую образуют территории бывших Венесуэлы и Новой Гранады. То есть на то разделение, которое установили колонизаторы, они плевать хотели. Вот бывшие территории, которые назывались при колонизаторах Новая Гранада и Венесуэлы, они объединяются, они новое деление полностью ввели. Вот эта республика Колумбия делилась на три департамента, Венесуэла, Кито и Кондинамарка. Это будущие страны, потом она развалится по департаментам. То есть вот Венесуэла, это понятно, Венесуэла, Кито это Эквадор, и Кондинамарка это теперешняя Колумбия. Название Новая Гранада вообще запретили, как испанское, потому что оно отсылает к испанской гранаде, да. Ну и, значит, долго они спорили о том, будет это Федерация или это будет централизованное государство. Поскольку шла война, все-таки их убедили военные, что Федерация тут никак не поможет. Она будет способствовать дальнейшему развалу. У них там шел еще фронт Эквадор, Перу, да, Перу, да. Эквадор, Перу, надо было их еще все освободить. Потом они взяли Панаму, а к северу это все тоже еще были испанцы. В общем, кругом фронты, какая тут Федерация. Поэтому отменили они вот эту всю идею Федерации. Провозгласили, кстати, Боливара освободителем. Столицу переносили в город Боготу, где, собственно, вот и сидело правительство их. Было установлено унитарное государство с высоким уровнем централизации. Ну, кстати, вот если бы у нас Украина бы занималась абстрактными идеями и боролась за федерализм, ее бы Путин еще быстрее развалил. Потому что вот в таких условиях, когда идет интенсивная борьба за независимость, конечно, вот Украину спасает то, что она унитарное государство. Эти все абстрактные идеи, они не всегда работают. То есть как бы вот так хорошо, чтобы было везде самоуправление, да. Иногда оно помогает, иногда нет. В данном случае они, освободив эти территории от испанцев, от всякого этого, от федеративного принципа отказались. У них была унитарная республика под руководством военных. Ну, вот военные дальше воевали. Пока, так сказать, они воевали на фронте, это все вместе держалось. Когда испанцев победили, все это начало разваливаться. Потому что, опять же, единой нации это и не было. Ну, о чем я позже расскажу. Китс выпустил первый свой более-менее успешный сборник в 19-м году. Надо о нем поговорить. Значит, это все английские романтики. И о Байроне я уже говорил. Байрон, Китс и Шелли. Вот эти три фамилии можно запомнить. Это основные английские романтики вот того периода. Романтизм дико популярен в Англии и вообще во всей Европе на тот момент. Ну, Джон Китс сам по себе фигура романтическая. Он умер в 25 лет. Основные все произведения он написал, когда ему было 23 года. То есть, вот как раз в 19-м году ему 23 года. Это называется «Анус мирабелис». То есть, самый лучший его год жизни. Почему я Китса сюда и помещаю в 19-й год? Вот он тогда и написал основные произведения. То есть, и умер от чахотки. Тем не менее, именно Китс, когда пошла викторианская эпоха, Байрон был слишком порнушный для них, слишком неприличный. А Китс считался эталоном модернизма. То есть, он вообще стал... Ну, не модернизма, а романтизма. Он стал эталонным поэтом начала 19-го века. И на протяжении 19-го века даже слава Китса превосходила славу Байрона. Но когда пошел именно модерн, там, 20-й век, конечно, опять Байрон. А выдвинули Китса, как бы немножко подзабыли. Но они примерно на одинаковом уровне, в какой-то степени, в 19-м веке были. Хотя у них совсем разные биографии. То есть, Байрон такой богатый, развратный. А Китс, наоборот, был все время бедный, такой несчастный и все такое. И даже и на одной девушке жениться не смог. Потому что денег не было. Ну, вот у него несчастья сразу начались с начала его жизни. Когда ему было 9 лет, погиб его отец. Когда ему было 15 лет, от туберкулеза умерла его мать. И заразила Китса туберкулезом, от которого он тоже потом умер. Через 11 лет. Ну, его отправили в Лондон, где он пытался получить медицинское образование. То есть, у него не было даже гимназического образования, которое было основано на знании латыни или университетского. Возможно, поэтому, как бы, недоступное оно всегда манит. Китс увлекся именно латынью и греческим языком, и античной культурой. Потому что классического образования этого латинского ему не дали. Оно было ему недоступно. Ну, вот он занимался медициной. Значит, говно там выносил за больными. У него же медицинский колледж, фактически, у него даже и не врач. Что-то типа медбрата, там, фельдшера он был. И параллельно он занимался литературой. Увлекся гомером, увлекся всякими поэтами, эпохи возрождения типа Спенсера и так далее. Они создали кружок таких вот молодых поэтов бедных. И пытались как-то вместе координироваться, издавать свои произведения. Кончилось тем, что он фактически, да, забросил медицину и пытался жить все-таки за счет своей литературы. Правда, совсем мало зарабатывал. У него, к тому же, была любовь к девушке. Он с ней был помолвлен. Писал кучу, естественно, слезливых стихов. А жениться он не мог, потому что денег не было. То есть, вот в отличие от барина, который там перетрахал всю Европу, причем и девочек, и мальчиков, у Китса вообще, похоже, вообще у него никакого секса в жизни не было, так и умер, потому что он был бедный. Ну, вот так вот общество выглядело того времени, кастовое. В 1817-й он все-таки издает первую книгу лирических стихов, и в 18-м он издает поэму Эндимион. У него появляются сторонники, он все равно становится известным как поэт. Однако, правые журналы, консервативные, жутко его ругают. Возможно, тут именно по кастовым принципам, потому что вот эта группировка их, она была из бедных состояла, и эти консерваторы английские, они считали, что бедным не полагается вообще стихи писать. И они их жутко ругали, и критиковали их стихи, говорили, что идиотизм. Называли их кружок «кокни-скул». «Кокни» — это диалект. То есть, над диалектами, естественно, консерваторы тоже издевались. И, естественно, эти ребята, бедные, свой диалект отражали в своих произведениях, вот поэтому консерваторы, они обычно стоят за этот самый, за тот язык, который, так сказать, есть. И против народных диалектов. Вот тут тоже вот эта вся проявилась, да, то есть, социальная суть-то борьбы за диалекты какая, чтобы дать народу возможность высказаться. Вот травили они его по всем принципам, да, все, что там могли на них плохого найти у него, они травили по любому поводу. Ну и за диалект тоже. Байрон, который вообще Англию не любил, он там со всеми поругался, потом говорил, что кица затравили, и вот погубили молодое дарование. Байрон, конечно, он же уехал, он был в Италии, да, потом в Греции. Он там не участвовал непосредственно, до него доходило это все с сильным запозданием через несколько месяцев. Но Байрон кица поддержал, то есть, сказал, парень талантливый, идите там все нахуй, знаю я эту Англию, эти говнюки там человека затравили, довели до смерти, подонки нахуй. позиции Байрона по этому поводу. Но тем не менее, надо сказать, что он был, конечно, больной туберкулезом. Конечно, травля, она его угнетала, она не способствовала лечению болезни, конечно, был в постоянном стрессе, боролся за свою любовь, за свое творчество, был очень молодой, переживал, болел туберкулезом, все это, конечно, ускорило его кончину. Вот в 19-м году он пишет основные свои произведения и получает уже хоть какой-то известности деньги. С помощью своего друга он уезжает в Италию в 1820-м году, где погода лучше, пытается там лечиться от туберкулеза. В Англии, особенно ранний индустриальный период, когда там заводы все дымили, конечно, лучше туберкулезникам не жить. Ну, вот главная книга его стихов вышла, и она получила жуткий успех, наконец-то, где все вот его были собраны лучшие поэмы и так далее. Но он об этом даже уже не узнал. То есть, вот он 23 февраля 1821 года умер в Риме, похоронен на римском протестантском кладбище и даже не узнал, что он стал великим поэтом Англии, что наконец он получил известность. То есть, он в своей этой борьбе за себя как поэта победил, но умер, даже не узнав об этом, фактически затравленный критикой. Ну, и естественно, потом все романтики, и они ей говорили, вот мерзавцы нахуй, довели человека все, сволочи. Но Китс, тем не менее, если у нас Байрон, это черт романтизма. Байрон упирается, упивается именно своими демоническими качествами. А Китс, это у нас ангел романтизма. Китс ужасно увлечен Грецией и Римом, и считает, что вот там находится идеал. Ну, пожалуй, его ключевое стихотворение о дагреческой базе. Несмотря на все вот это вот происхождение из бедных и всю эту жизнь бедную, Китс никакому социальному протесту не призывает. Он романтик. Он хочет уйти от этой ужасной материальной жизни вот в некий мир красоты. И идеальной красотой он считает античность. Ну, вот они так мыслили, да, они там в гимназиях все проходили латинский язык. Ну, и вот. Поэтому его поэмы тоже на античные темы. Допустим, поэма «Андемион» это миф о любви богине Луны к пастуху. И там огромное количество греческих легенд упоминается. Пишет всевозможные там гимны богам, пану, вакху и так далее. То есть, в общем, Китс демонстрирует, что хоть в классической гимназии не учился, но греческую мифологию усвоил на пятерку и даже сам может написать такое. И пишет интенсивно. Всякие гимны олимпийским богам. «Гиперион» это поэма о том, как олимпийские боги победили титанов. Она очень трагическая. Там имеется, да, влияние революционного романтизма того времени, борьба, так сказать, за свободу, за справедливость. Это есть, но она у него помещена не в настоящее, как у реалистов, а помещена в какой-то идеальный мир мифологический. Это романтизм очевидный, двоемирие. Ну, в общем-то, возраст-то какой у парня 23 года. В эти годы все романтики. Да он еще и умирает от туберкулеза. Это все его, естественно, от этой жизни... То есть, он понимает, что он вообще эту жизнь скоро покинет. Не следует от Китса какой-то социальной программы ожидать. Конечно, вот для него эта вся борьба за какие-то идеалы, она где-то в ином мире тоже происходит, но в мире невероятно красивом. Он написал также множество от совершенно тоже напоминающих с одной стороны греческие, с другой стороны философские такие. Ну, греческая вся литература тоже насыщена философией, они же философию-то и изобрели же, да. Вот. Вот весь этот набор на самом деле очень нравился потом именно богатым. Вот викторианский период, рафинированные всякие эти капиталисты, которые при жизни Китса даже бы его на порог не пустили и считали его каким-нибудь там нищим там и так далее, что он им не пара. Вот они читали этого Китса про всякие абстрактные высокие материи и считали, что вот это очень круто. Вот так вот, то есть при жизни был бедный, а потом стал поэтом богатых. Такие вот дела. Ну, значит, тем не менее я даже после смерти Китса продолжались дискуссии вокруг его творчества. Еще при жизни интенсивной критики его подвергали консерваторы и это все запомнилось и много по этому поводу спорили. Сейчас, да, считается, что три корифея английского романтизма, еще раз напоминаю, это Китс, Байрон и Шелли. И сейчас, да, он вошел в классики английской литературы, изучают там в школе, все, никак это уже неотделимо от английской культуры вообще полностью все выразил. Есть фильмы о нем, есть всевозможные попытки его миры вот эти фантастические даже воплотить в виде научной фантастики там и так далее. То есть вклад в культуру, в культуру Англии у Китса, конечно, серьезный.